как еще наша земля как еще наша страна носит этих могучих бездарей простого народа врач скорой помощи председатель первичной профсоюзной организации действия георгий бобинов город санкт-петербург рассказал о том какое положение с медперсоналом скорой помощи и как они себя чувствуют в период так называемой пандемии на самом деле ситуация критическая этих новостей никто и никогда не покажет по центральному телевидению уважаемые зрители уважаемые граждане если вы потеряли доверие к нынешнему режиму если вы против qr фашизма вы можете спокойно ставить лайки вы можете принимать активное участие и писать свое мнение в комментариях потому что ваша активность помогает в распространении данной информации врач отмечает что в последнее время сильно бросается в глаза неприятная ситуация которая повторяется каждую смену георгий пояснил что когда в больницу поступают сердечники их сразу отправляют зеленые зоны но как страшно смотреть на то какими они возвращаются оттуда это же самые настоящие живые трупы а это все через то что всех перевели на борьбу с пандемией а сердечников оставили на произвол судьбы а на местах министерства здравоохранения убрали младших медицинских сотрудников то есть их сократили еще до пандемии поясняет врач и уточняет что всего сократили 420 тысяч человек вы представляете сколько медсотрудников были уволены и это все не шутки просто об этом никто вам никогда не расскажет также врач пояснил насколько важны медсестры ведь врач хоть и назначает лечение проводит обход но потом подключается кто медицинская сестра которая сделает все системы она знает как это правильно все сделать которая может провести процедуру а если будет сидеть врач которому еще придется ставить уколы делать системы вы представляете сколько будет стоять очередь дальше самая серьезная работа которая длится на протяжении всего дня эта работа санитарок младших медицинских работников которые кормят переодевают меняет постели памперсы вымывают палаты а сейчас получается что этого никто не делает вы представляете что творится в больницах вот на какое безумие пошла власть также был задан вопрос о том для чего это надо было делать да еще и накануне такой страшной беды врач рассказал что еще в далеком двенадцатом году путин обещал к 18 году средний заработок для младших медицинских сотрудников и поэтому чтобы не платить местные церкви взяли и сократили медсестер да кому то может быть добавили пару тысяч рублей но извините меня уволить 420 тысяч человек это не лезет ни в какие ворота далее врач подробно рассказал как эта ситуация сказалась на больных когда пациент поступает на санитар у него возникает сразу вопрос почему ко мне не подходят и почему мне ничего не делают а есть такие пациенты которые за собой не могут ухаживать и родственников не пускают из-за ограничений врач рассказывает что связи с этим в питере объявилась мафия которая берет деньги за то чтобы поменять памперс а если денег нет да и старики стесняются позвать и терпят не ходят в туалет что приводит пациента к летальному исходу а есть пациенты которые кричат что им что-то дают чтобы они не беспокоили в общем в больницу можно сказать люди идут на своих ногах а возвращаются в очень плохом состоянии подобная ситуация складывается и в роддомах например коломенский пеленательный центр его открыли в семнадцатом году и по штату им положено 116 младших медицинских сотрудников а на самом деле их нет вообще а теперь их собрали сказали что младших медицинских сотрудников вообще не будет но профсоюз действия сразу стал на защиту и последних 20 человек не сократили это же жесть огромный центр и по медсестры на 10 палат роды кесарева роженицы все нуждаются в чем в опеке а если их не будет кто этим будет заниматься вы вообще думаете что вы принимаете что вы делаете не люди это все происходит по указу правительства как же это называется журналист просил врача о том предпринимают ли они какие-то меры чтобы связаться с президентом и донести ему всю серьезность врач сказал что эти моменты все решает профсоюз которым также очень тяжело люди настолько напуганы что готовы просто умирать дома только чтобы не попадать в больницу потому что вы сами прекрасно понимаете пришел с насморком ушел непонятно с чем не было бы денег но они есть и в санкт-петербурге точно не есть отмечает врач сейчас просто все рассыпается и дальше так нельзя ведь страна рассыпается и катастрофа будет не завтра она уже повсюду если сами врачи говорят не дай бог попадать больницы понимаете сами врачи об этом говорят это реалии 21 века то это же просто жут но врачу который рассказал всю действительность сегодня большое уважение низкий поклон не каждый врач сейчас способен в открытую говорить о проблемах своей страны тем более все то что происходит в больницах а что скажете вы по этому поводу уважаемые друзья свое мнение обязательно оставляйте в комментариях а также делитесь данной информацией даст бог будем все живы и здоровы принятый в прошлом году 47 федеральный закон впервые обеспечил полноценное питание для всех детей начальной школы определил принципы здорового питания просмотрел обязательность соответствующих норм однако в этой сфере осталось немало нерешенных проблем данном законе установлены полномочия учредителей образовательных организаций в части обеспечения бесплатным горячим питанием начальной школы но при этом сохранено положение что ответственность за организацию питания возлагается на школы независимо от способа организации питания независимо от того что целый ряд вопросов школа не в состоянии решить самостоятельно, ну, например, содержание материально-технической базы, наличие необходимых помещений, контроль качества и так далее. Не полностью решен и вопрос об уточнении полномочий федеральных органов власти, органов власти субъектов, органов местного самоуправления. Не решены вопросы об определении федерального органа исполнительной власти, ответственного за разработку типового контракта оказания услуг питания, разработки правил оказания таких услуг в соцорганизациях, о совершенствовании законодательства о размещении заказов, обеспечении гарантированной безопасности, опоры на отечественных местных производителей и так далее. Сегодня очень актуальный вопрос о внедрении экономических механизмов, необходимых для развития данной, пока официально не признанной отрасли экономики. О том, что это отрасль, говорят цифры. Соцпитание – это более 26 миллионов потребителей, также тысячи производителей продукции с годовой потребностью до 10 миллионов тонн продовольствия. А общий товарооборот в данной сфере составляет сотни миллиардов рублей в год, что сопоставимо с товарооборотом всей открытой сети общественного питания. В связи с принятыми беспрецедентными по масштабу решениями о строительстве новых школ и капремонте существующих возрастает актуальность привлечения инвестиций в модернизацию пищеблоков, строительство комбинатов питания, производство логистических комплексов, например, на основе государственно-частного партнерства. К питанию детей необходимо привлекать социально-ответственный частный бизнес, который хочет и должен стать надежным партнером органов власти в деле здорового питания. Я предлагаю рассматривать питание детей не только как элемент реализации нацпроекта «Демография», но и как сферу развития малого и среднего бизнеса. Аутсорсинг в сфере соцпитания повсеместно внедрен только в крупных городах, и то не везде применяется он в детских садах, больницах. А перевод организации питания на аутсорсинг по долгосрочным контрактам позволил бы создать десятки новых малых и средних предприятий общественного питания в каждом субъекте, что увеличило бы объем доходов консолидированных бюджетов субъектов, так как при самостоятельной организации питания соцучреждения налогом не облагаются, а дополнительные поступления могли бы направляться на субсидии для малообеспеченных граждан. Уважаемая Валентина Ивановна, я хотел бы проинформировать Палату о том, что Комитет по экономике совместно с Комитетом по науке, образованию и культуре начал работу над законопроектом в первую очередь экономического содержания, который мог бы создать условия для, безусловно, выполнения... Продлите время, завершайте, пожалуйста, Сергей Викторович. Требования к организации социального питания, прежде всего, питания детей, потому что этого невозможно достичь без инвестиций в современные технологии. Спасибо. Спасибо. Тема, по-моему, коллеги, актуальна. Мы все время говорим о качестве питания, которое желает быть лучшим. Но, с другой стороны, вы правы, что нужно создать условия для того, чтобы это питание было, в том числе, и качественным, и правильным. Поэтому давайте двигайтесь и информируйте о том, как идут делать законы.